здравствуйте сегодня мы продолжаем наш курс в таком онлайн формате продолжаем изучать линейное отображение которое начали изучать на прошлой лекции я напомню что линейное отображение это отображение между двумя линейными пространствами но с известными свойствами то есть сумму переводит в сумму фиат скаляра на вектор лямбда фиат в любых векторов любого скаляра вот кроме того мы уже знаем что такое ядро линейного отображения это множество векторов из вэм которые переходят переходят в ноль это не просто подножку это под пространство линейное подпространство в пространстве в и образ хин это но что векторов вида his от в где вы пробегает все пространство в это подпространство в вот в прошлый раз мы также познакомились с критерием инъективности и сюрреективности. Линейное отображение φ инъективно тогда и только тогда, когда его ядро равно нулю, то есть нулевое подпространство, стоящее только из нуля. φ сюрреективно тогда и только тогда, когда образ φ совпадает со всем пространством У. И, соответственно, φ биэктивно, если оно инъективно и сюрреективно, то есть тогда и только тогда, когда выполнены оба эти условия, оба эти условия. Так, кроме того, мы выяснили, что очень удобно задавать линейное отображение на базисе В. А именно, давайте я напомню такое предложение. Может быть, это теорема у нас была или лемма. Пусть Е1 и так далее, ЕН, то есть мы предполагаем, что В конечномер на размерности Н, некоторый базис В. Тогда для любой системы векторов У1 и так далее, УН в У, существует единственное линейное отображение φ из В. Такое, что φ от Е и Т равно Уитому при И от единицы до Н. Причем это φ будет инъективно тогда и только тогда, когда система У1 и так далее, УН линейно-независима, а φ сюрреективно тогда и только тогда, когда линейная оболочка этой системы совпадает со всем пространством У. И φ объективно давайте посмотрим тогда и только тогда, когда система У1 и так далее, УН линейно-независима, и линейная оболочка совпадает со всем пространством У. Это означает в точности, что У1 и так далее, УН – это базис В. В базис В. Почему линейное отображение удобно сдавать на базисе? Потому что из определения линейного отображения легко следует, что если у нас векторы Ваиты были связаны каким-то линейным соотношением, то и их образы тоже будут связаны линейным соотношением с теми же коэффициентами. Поэтому если бы эта система была бы не базисом, а линейно-зависимой, то линейное отображение могло бы существовать только в том случае, если каждая линейная зависимость между этими векторами переходила бы в какую-то линейную зависимость между УИТами. То есть это накладывало бы дополнительные условия на вот эти УИТы. Вот. А если базис, то в принципе система У1 и так далее, УН может быть любой. Вот. То, что эта система образует базис В, то есть из того, что точнее линейная оболочка совпадает со всем В, следует, что такое φ единственно, потому что любой вектор можно разложить по этой системе, и значит, поскольку мы знаем, куда переходят векторы и УИТы, мы знаем, куда переходит произвольная линейная комбинация их. Кроме того, у нас было определено понятие изоморфизма. φ является изоморфизмом между линейными пространствами, если φ линейно, во-первых, и во-вторых, биективно. То есть изоморфизмы – это в точности линейные объекции между линейными пространствами. Мы доказали такую теорему. Да, два пространства на данном поле называются изоморфными, если между ними существует хотя бы один изоморфизм. Мы доказали в прошлый раз такую теорему, что два линейных пространства изоморфные, это обозначается вот таким образом, тогда и только тогда, когда... Два конечномерных пространства изоморфные, тогда и только тогда, когда у них одинаковая размерность. Это более-менее непосредственно следует из сформулированного результата. Кроме того, давайте заметим следующую вещь, что образ φ, вот так определенного отображения φ, совпадает с линейной оболочкой образов-байсных векторов. Значит, это подпространство Ву равное линейной оболочке образов-байсных векторов. Почему это так? Значит, любой вектор из В единственным образом раскладывается по базис. Вот, применяя к В линейное отображение φ, мы видим, что В переходит в линейную комбинацию образов-байсных векторов с теми же коэффициентами. Значит, образ любого вектора принадлежит вот этой линейной оболочке. Вот, ну и легко видеть наоборот. Любой вектор из этой линейной оболочки принадлежит образу. Таким образом, это действительно верно. Вот, теперь давайте мы докажем новый, по-моему, новый результат, которого не было в прошлый раз. Очень важное предложение. Или, может быть, даже теорема назовем. Значит, пусть у нас φ – линейное отображение между линейными пространствами, причем В конечномерно размерности n. Тогда сумма размерностей ядра и образа φ равна n, то есть размерности В. Давайте это докажем. Для этого давайте В выберем некоторый специальный базис. Вот, ядро φ является подпространством В. Пусть его размерность равна К. Это подпространство конечномерного пространства, значит, конечномерно К меньше либо равно n. Вот. И давайте В некоторым специальным образом выберем базис. А именно, чтобы его последние К векторов, то есть e n минус К плюс 1 и так далее, e n, образовывали базис в ядре. и e1 и так далее, e n минус К. Это векторы, которые дополняют базис в ядре, в подпространстве, до базиса во всем пространстве В. Вот, мы знаем, что любую линейно-независимую систему векторов можно продолжить до базиса, поэтому всегда такое можно сделать. Вот, давайте докажем, что образы первых n минус К базисных векторов это будут векторы из У, которые линейно-независимы. То есть φ от e1 и так далее, φ от e n минус К линейно-независимы. Значит, это утверждение. Ну, действительно, если между ними есть какая-то линейная зависимость, то, наверное, можно стереть, то, используя линейность φ, мы можем переписать ее в следующем виде. φ от λ1e1 плюс и так далее, плюс λn минус К е n минус К равно 0. это в точности означает, что так, что λ1e1 плюс и так далее, плюс λn минус К е n минус К, принадлежит ядру φ. ну, а значит, это также раскладывается, как там, мю n минус К плюс 1 е n минус К плюс 1, плюс и так далее, плюс мю n e n по базису в ядре. так как данная система векторов линейно-независима, то такое равенство возможно только если все коэффициенты λ и μ равны нулю. то есть равна нулю только тривиальная линейная комбинация. Таким образом, действительно, вот эта система векторов линейно-независима. С другой стороны, ясно, что ее линейная оболочка совпадает с линейной оболочкой всех базисных векторов, потому что последнее К векторов переходит в ноль и, значит, является базисом в образе. То есть вот эта система из n минус К векторов является базисом в образе, то есть образ имеет размерность n минус К, а ядро у нас имеет размерность К. То есть действительно сумма размерности равна размерности пространства В, то есть n, что и требовалось доказать. Так. Вот. Из этой теоремы, кстати, следует весьма... Она вообще очень полезна. Мы увидим, что из нее следуют по существу основные результаты системы линейных однородных уравнений, точнее, о размерности пространства решений системы однородных уравнений. Ну, вот пока давайте мы в общем, применим ее вот к чему. Значит, мы знаем, что линейное отображение является биективным тогда и только тогда, когда, ну, я уже это формулировал сегодня, ядро φ равно нулю, и образ φ совпадает со всем У. Вот давайте предположим, что У и В конечномерные и их размерности равны. Тогда давайте заметим, что из одного из этих условий следует другое. То есть из инъективности линейного отображения между двумя линейными пространствами сразу следует одинаковой размерности, сразу следует, что это изоморфизм. Ну вот, давайте в этом убедимся. Значит, если у нас, скажем, ядро нулевое и У и В одинаковые размерности, значит, то это у нас равно нулю, значит, отсюда следует, что Н равно размерности образа, но Н равно размерности У, образ подпространство В той же размерности, что и У. таким образом отображение сюрреективно. Наоборот, если у нас образ совпадает с У, то есть его размерность тоже Н, то размерность ядра равна нулю, и значит, фи инъективна. То есть для того, чтобы доказать, что линейное отображение фи между конечномерными пространствами одинаковой размерности является биекцией, достаточно проверить, либо что его ядро равно нулю, либо что образ совпадает со всем пространством У. Вот, весьма полезное применение. Так, давайте теперь вспомним, что такое матрица линейного отображения. Значит, мы в прошлый раз определили понятие матрицы. Снова, пусть у нас линейное отображение есть между пространствами В и У, где В и У конечномерные пространства. Чтобы выписать матрицу этого линейного отображения, нам обязательно нужно выбрать базисы. Пусть Е1 и так далее, Еn это базис В, и F1 и так далее, Fm это базис В. Вот, тогда давайте запишем строчку векторов пространства У. Значит, это образы векторов выбранного базиса В. Каждый из этих векторов можно разложить по выбранному базису В. У. И коэффициенты этого разложения, то есть координатный столбец итого вектора, вот FI от Е итого, мы выпишем в этот столбец некоторой матрицы А. Вот этот рецепт эквивалентен выполнению следующего равенства. Ну, действительно, вот, например, вектор FI от Е1 это произведение строки базисных векторов пространства У на первый столбец матрицы А. То есть в первом столбце матрицы А стоят координаты векторов FI от Е1 вот в этом базисе. И то же самое для других И. Это определение матрицы линейного отображения. Да, может быть, параллельно полезно было бы сказать, что помимо линейных отображений есть еще линейные преобразования. Это частные случаи линейных отображений из пространства в себя. Но, тем не менее, есть важное отличие этого частного случая. Значит, когда мы выписываем матрицу линейных отображений, мы в каждом пространстве выбираем по одному базису. Поскольку здесь у нас одно и то же пространство, то базис мы выбираем только один в этом случае. И значит, определение матрицы линейного преобразования, линейное преобразование, кстати, это синоним линейного оператора. Я буду, видимо, и так, и так говорить. Значит, так определяется матрица линейного преобразования, то есть линейного оператора. Вот. Чем полезна матрица линейного отображения? тем, тем, что она позволяет сводить действие линейного отображения в координатах к операции умножения на его матрицу. Более точно, вот пусть у нас вектор V разложен по нашему базису, то есть записан V1 E1 плюс и так далее плюс VN EN. VIT это координаты вектора V в выбранном базисе. Это равенство можно также записать как E1 и так далее EN строку базисных векторов на координатный столбец. Вот давайте вообще координатный столбец вектора V в данном базисе будем записывать как V со стрелкой. Может быть, не очень хорошее обозначение, но надеюсь, что будет понятно. Вот. Давайте теперь посмотрим, вот как выражается действие φ на вектор в координатах, то есть в базисах. Давайте к этому равенству применим φ. Тогда мы получим φ от V, ну, используя линейность φ, это будет V1 φ от E1 плюс и так далее плюс VN φ от EN, то есть это равно φ E1 и так далее φ от EN на столбец V1 и так далее VN. Вот. По определению матрицы линейного отображения вот эта строчка равна F1 и так далее Fm на матрицу А ну и на столбец V1 и так далее VN. первоначально у нас скобочки были так расставлены, когда мы вот это вот переписали в таком виде, но так как умножение матриц ассоциативно, то можно расставить вот таким образом. С другой стороны φ от V, опять же, используя аналогичную запись, это вектор из У, который можно разложить по этому базису. Вот как он раскладывается. Это произведение строки F1 и так далее Fm на U1 и так далее Um, где вот этот столбец, это координатный столбец вектора Fiat V в выбранном базисе в пространстве У. И тем самым мы получили такое равенство, что координатный столбец вектора Fiat V, то есть вот этот U1 и так далее Um, равен произведению матрицы линейного отображения на координатный столбец вектора V в базисе E1 и так далее E. Ну, легко проверить, что все хорошо с размерностями, потому что А матрица при выбранных обозначениях размера M на N, значит, V это столбец высоты N, а Fiat V это столбец высоты M. Вот, таким образом, действие линейного отображения в базисах сводится к умножению на матрицы. Ну, вот, давайте мы это, может быть, этот результат в более наглядном виде перепишем. Я надеюсь, что тот вид будет более наглядным. Значит, вот у нас пространство V, когда мы выбираем в нем базис, в нашем случае E1 и так далее, E, то тем самым мы задаем некоторый изоморфизм, давайте его обозначим HIE, например, HIE, E это буковка для базиса, потому что этот изоморфизм, понятное дело, будет зависеть от выбора базиса, как мы знаем. С пространством, ну, если у нас все над полем R пространства, то вот с пространством RN. Вот у нас есть линейное отображение FIE из V в U, и, значит, здесь у нас есть также изоморфизм, заданный выбором вот этого базиса F с пространством RM, столбцов высоты M. Вот, а здесь у нас есть такое отображение, заданное умножением слева на матрицу А. То есть, мы берем столбец V1 и так далее, VN, и он по действиям этого отображения переходит вот в такой столбец здесь. по существу полученный нами результат означает, что вот такая диаграмма, которая здесь нарисована из линейных пространств и линейных отображений, она коммутативна. То есть, что это означает? Это означает, что если мы будем идти из левого верхнего угла в правый нижний по вот такой композиции или по такой композиции, мы получим одно и то же. То есть, вот эти... Ну, то есть, это буквально действительно означает, что в координатах применение линейного отображения сводится к умножению на матрицу. То есть, если мы наше пространство отождествим пространствами столбцов, то после такого отождествления действие φ на столбцы сводится к умножению на матрицу линейного отображения. Но нужно сказать, что вот эти отождествления у нас зависят от выбора базиса, конечно. От выбора базисов. И каждый от своего выбора. Поэтому нам нужно в разных базисах матрица одного и того же отображения будет разной. Нам нужно выяснить дальше, как матрица линейного отображения зависит от выбора базисов. Но может быть, полезно сделать замечание. Давайте обозначим L от V. это множество всех линейных отображений из V в U. Множество всех линейных отображений. вот что можно делать с линейными отображениями между двумя фиксированными пространствами. Вот пусть у нас есть еще какое-то линейное отображение, то тогда можно их складывать. то есть применение суммы к вектору это по определению складывать как функции. Поскольку отображение у нас действует в линейное пространство, образы их можно складывать и тем самым определено сумма линейных отображений. Легко проверяется, что сумма линейных отображений тоже будет линейным отображением. Если φ и были линейны, то их сумма тоже линейна. Аналогично определяется умножение линейного отображения на скаляр, в нашем случае на действительное число. Это будет λ φ от v. И легко видеть, что λ φ тоже будет линейным отображением, если φ было линейным. Также легко проверяется, что пространство всех линейных отображений между v и u относительно этих операций сложения и умножения на скаляры будет линейным пространством. То есть это не просто множество, а линейное пространство на поле mR в нашем случае. И что мы получили? Мы получили, что каждому линейному отображению, при условии, что фиксированы базисы v и u, мы сопоставили матрицу размера mN над полем r. То есть вот это отображение, оно зависит от выбранных базисов, Но поскольку мы их выбрали, то получили вполне конкретное отображение. Что про него можно сказать? Оно, конечно, корректно определено, каждое линейное отображение имеет вполне определенную матрицу. И полностью этой матрицей определяется, потому что, как мы знаем, линейное отображение однозначно определяется тем, куда оно переводит базисные векторы. Таким образом, это отображение инъективно. Ну, и легко видеть, что любая матрица размера MNN является матрицей некоторого линейного отображения между данными пространствами относительно выбранных базисов. Поэтому мы получаем биекцию. Кроме того, конечно, это отображение линейно. Значит, если у нас А это матрица Фи, Б это матрица Пси относительно выбранных базисов, то их сумма это будет матрица суммы этих линейных отображений относительно выбранных базисов. И операция умножения линейного отображения на скаляр переходит в операцию умножения матрицы этого отображения на скаляр. Поэтому вот это отображение это не просто биекция, а линейная биекция, то есть это изоморфизм линейных пространств. То есть мы знаем, что пространство матриц данного размера тоже является линейным пространством, и вот это построенное нами отображение является изоморфизмом линейных пространств. Мы знаем, что пространство матриц размера m на n имеет размерность m умножить на n, Поэтому пространство линейных отображений из ВВУ имеет ту же самую размерность. М умножить на М. Примеры матриц линейных отображений. Я надеюсь, вы на практике их строили, эти матрицы выписывали. И, наверное, необходимо сейчас большой нет их приводить. Я обещал показать, как матрицы линейных отображений зависят от базисов. Пусть у нас есть еще пара базисов. С матрица перехода от первого базиса ко второму здесь. И здесь тоже выбран еще один базис ВВУ. И D – это матрица перехода от первого базиса ко второму. И пусть А – это матрица ФИ относительно первой пары базисов. А А' – это матрица того же самого ФИ относительно второй пары базисов. Тогда я утверждаю, что А' – это D в минус первой на А на С. То есть верна вот такая формула. Давайте ее докажем. Так, я, может быть, зря стер. Значит, еще раз. Определение матрицы линейного отображения. ФИ от Е1. Сейчас. Да, давайте мы сначала матрица перехода вспомним, что такое. Е1 штрих и так далее. Е, Н штрих. Значит, это Е1 и так далее. Е, Н на матрицу С вправо. Вот. Так как отображение ФИ является линейным, то оно сохраняет коэффициенты в разложении штрихованного байца по нештрихованному. То есть коэффициенты матрицы С. Ну, вы можете расписать то, что я сейчас напишу более подробно, и в этом убедиться. Значит, из линейности ФИ следует, что тогда мы имеем вот такое равенство. Вот. По определению матрицы А линейного отображения вот в этой паре базисов вот эта строчка равна произведению Ф1 и так далее, ФМ на матрицу А на С. Ну, опять же, я пользуюсь ассоциативностью, каждый раз это не оговаривая. Вот. Давайте вспомним, что значит, определение матрицы перехода D означает, что Ф1 штрих и так далее, ФМ штрих равно Ф1 и так далее, ФМ на матрицу D. Это равносильно тому, что D в минус первой – это матрица перехода в обратном направлении, то есть от этого боится к этому. Вот. И давайте ее подставим сюда. Тогда мы получим Ф1 штрих и так далее. ФМ штрих равно D в минус первой А на С. Ой, извините, умножить, умножить на D в минус первой А на С. Вот. Ну, а теперь давайте заметим, что это в точности та матрица А штрих, которая является матрицей Фи относительно штрихованной пары базисов, потому что она дает коэффициенты разложения образов штрихованных вот этих векторов по штрихованному уже базису Ву. Вот. Отсюда и следует доказываемая формула. Ну, мы, конечно, пользуемся линейной независимостью векторов Ф1 штрих и так далее, ФМ штрих, чтобы… Вот. Ну, хорошо. В частности, для линейных отображений, когда у нас только одна матрица перехода, вот давайте я все-таки отдельно поясню этот случай. Значит, у нас был единственный базис Е1 и так далее, Е, Н, В, и матрица Фи в этом базисе была А, то тогда значит, в новом базисе штрихованном связанном с исходным матрицей перехода С, а штрих будет С в минус 1 А на С. Вот. Это важное отличие матриц линейных, ну и вообще линейных преобразований от общих линейных отображений. В общем, смысл этого отличия стоит в том, что мы можем матрицу линейного преобразования менять только вот с помощью одной матрицы перехода. Поэтому, вот, например, легко видеть, что определители матриц А и А штрих равны. То есть, определитель матрицы линейного отображения, извините, линейного преобразования, он не зависит от выбора базиса. Вот. А, конечно, в этом случае квадратная матрица, поэтому можно говорить про ее определитель. Вот. В случае же с матрицами линейных отображений, пусть даже между пространствами одинаковой размерности, определители матриц А и А штрих могут быть разными в разных базисах. Но, правда, кое-что у них все-таки сохраняется у этих матриц. То есть, мы увидим, что для матриц общих линейных отображений инвариантом является ранг. То есть, скажем, если это квадратная матрица, то будет она вырожденной или не вырожденной. А вот определитель не является инвариантом. Но мы еще вернемся к этому вопросу. Давайте мы в терминах матрицы еще опишем такую вещь, как размерность образа. Пусть у нас есть линейное отображение. Мы знаем, что образ этого линейного отображения это линейная оболочка образов базисных векторов. Это будет некоторое подпространство Ву. Когда мы выбираем базис Ву, мы это У отождествляем с пространством столбцов высоты М. с чем тогда отождествляется вот эта линейная оболочка. Легко видеть, что когда мы выбираем базис, то образы базисных векторов, но это просто по определению матрицы линейного отображения, переходят в столбцы матрицы линейного отображения А. То есть вот эта линейная оболочка переходит в линейную оболочку столбцов матрица. Значит, матрица это матрица линейного отображения относительно пары базисов. Это совокупность вот этих столбцов. Каждый из них высоты М. Вот. Ну и так как у нас вот это отображение является изоморфизмом, то оно в общем индуцирует изоморфизм между этими линейными оболочками. Но оно будет, конечно, инъективным. Но мы знаем, мы это уже обсуждали, что вот при таком изоморфизме скажем, ранг какой-то системы векторов переходит то есть какая-то система векторов переходит в систему столбцов того же ранга. То есть размерность конечно линейной оболочки сохраняется. То есть если, например, мы здесь выбираем какую-то максимальную линейнезависимую систему векторов, то отвечающая ей система столбцов будет максимальной линейнезависимой системой столбцов матрица матрица А. То есть размерность вот этой линейной оболочки есть размерность линейной оболочки столбцов матрица А, то есть это, я напомню, ранг матрица А. То есть мы получаем, что размерность образа Фи это ранг матрица А. Причем неважно в какой паре базисов матрицу Фи мы рассматриваем. То есть в частности ранги матриц А, штрих, которые связаны вот таким соотношением, они будут одинаковые. Ну, где Ц и Д невырожденные матрицы. Вот. То есть можно говорить про ранг линейного отображения, это не что иное, как размерность образа линейного отображения. Вот. Хорошо. Можно, конечно, тут рассуждать было бы чуть-чуть по-другому в этом доказательстве. Просто заметить, что когда у нас вектор принадлежит образу, вот вектор У принадлежит образу Фи, тогда и только тогда, когда отвечающий ему столбец, значит, это я напомню, хи Ф от У в моих обозначениях. То есть вектор переходит в соответствующий координатный столбец. Тогда и только тогда, когда отвечающий ему столбец является, обладает следующим свойством. Для него вот эта вот система разрешима. Разрешима. Ну, почему это так? Потому что, еще раз, когда у нас столбец вот отсюда лежит в образе после всех этих отождествлений, тогда и только тогда, когда он имеет вид А на Х, где Х какой-то столбец отсюда. Вот. То есть такая система разрешима. Мы знаем, что разрешимость такой системы эквивалентна тому, что вот этот столбец является линейной комбинацией столбцов матрицы А. Вот. Таким образом принадлежит линейной оболочке столбцов. Ну, то есть размерность пространства столбцов, для которых такая система разрешима, совпадает, ну, равна рангу матрица А. То есть размерности пространства столбцов матрица А. Вот. Ну, по существу это то же самое, только немножко другими словами. Вот. Это очень важный результат. так. Теперь давайте посмотрим, вот к какому виду простейшему можно привести матрицу линейного отображения выбором базисов. То есть мы пусть пусть вот у нас фи линейное отображение между конечно-мерными пространствами, пусть А, его матрица в какой-то паре базисов. Я еще раз перепишу все то же самое. Вот. Мы хотим привести матрицу А к какому-то максимально простому виду. Ну, вот. То есть в каком смысле привести? То есть выбрать такие базисы В и В, чтобы матрица линейного отображения относительно этой пары базисов была максимально простой. Оказывается верна такая теорема. Любого линейного отображения Фи существует пара базисов. Да, вот тут существенно, что мы рассматриваем именно линейное отображение, а не преобразование. Существует пара базисов, поэтому мы говорим про пару базисов. Такая что матрица Фи относительно этой пары базисов имеет следующий вид. Это в левом верхнем углу стоит единичная матрица, порядка R. Ну, где R, конечно, это ранг А, то есть ранг, можно сказать, самого отображения, который мы знаем размерности образа и ни от каких базисов не зависит. матрица. Ну, то есть более подробно эта матрица имеет вот следующий вид. В левом верхнем углу стоит единичная матрица, а здесь везде нули. Вот, то есть любого линейного отображения Фи существует такая пара базисов, относительно которой матрица его имеет вот такой вот вид. Хорошо, давайте докажем этот результат. Это можно сделать двумя способами. Один я расскажу подробнее, он мне нравится больше, второй тоже очень полезный. Вот я идею тоже его скажу, доказательство. Давайте мы, как уже делали раньше, выберем некоторый специальный базис. Значит, размерность образа равно r по условию, поэтому ядро вот там по той теореме, если v у нас n-мерно, имеет размерность n-r. Ядро φ имеет размерность n-r, и давайте мы выберем вот базис в ядре e r плюс 1 и так далее, e n это базис в ядре φ, это линейно независимая система векторов из v, ее можно продолжить до базиса во всем v. Значит, это базис v. Вот. Мы уже доказывали, что тогда векторы φ от e1 и так далее, φ от e r, вот эта вот система линейно независима и образует базис в образе, да, мы это уже доказывали. Вот. Давайте мы эти векторы обозначим f1 и так далее, f r. Это векторы у нас из пространства u. Вот. и дополним эту линейно независимую систему векторов из u до базиса v. Так, до базиса v. Базис v. Вот какую матрицу будет иметь наше линейное отображение φ относительно построенной пары базисов. Вот когда мы применяем φ к e1, мы получаем f1, то есть первый базисный вектор второго базиса, значит, первый столбец у нас вот такой, но аналогично второй столбец и так далее до r-това, да. То есть это отвечает блоку вот вот этому блоку с единичной матрицей вот. Ну, а когда мы будем применять к элементам ядра наши φ, мы будем получать нулевые столбцы. Вот. То есть действительно в этой паре базисов матрица линейного отображения имеет вот такой вот вид. Вот. Другое доказательство заключается в том, что пусть у нас матрица А нашего линейного отображения, ну, относительно какой-то пары базисов, вот была матрица А. Тогда когда мы заменяем базисы В и Ву, это эквивалентно тому, что мы слева и справа нашу матрицу умножаем на невырожденные матрицы. А мы знаем, что умножение на невырожденную матрицу слева эквивалентно какой-то композиции элементарных преобразаний строк, А умножение на невырожденную матрицу справа эквивалентно композиции элементарных преобразаний столбцов матрицы А. И давайте заметим, что с помощью элементарных преобразаний строк и столбцов матрицы А любую матрицу можно привести к такому виду, где R – это ранг матрицы А. Более подробно, когда мы применяем элементарные преобразания строк, мы можем привести любую матрицу к упрощенному виду. Сначала к ступенчатому, потом к упрощенному, а потом с помощью элементарных преобразаний столбцов, более-менее очевидных, можно упрощенную матрицу уже привести к такому виду. То есть это другое доказательство того же результата. То есть теорема доказана. То есть в частности из нее видно, что у линейных отображений есть только один инвариант. Это их ранг, то есть размерность образа. Ну, у линейных отображений между данными пространствами. Поэтому вы, конечно, можете обрадоваться, что все так просто, но это не совсем так. Для линейных преобразований теория сложнее намного, потому что там, как я уже говорил, мы меняем только один базис, а не два. Поэтому матрицу линейного преобразования с помощью выбора базиса можно привести к такому виду, ну, конечно, при условии только, что она квадратная, это вообще имеет смысл, только для таких линейных преобразований, которые являются проекторами. Я напомню, что проектор, он, это такое линейное преобразование из V в V, которое связано с разложением пространства V в прямую сумму, да, и у нас определенный проектор на U параллельно прямому дополнению W. И если мы выберем базис V и базис W, их объединим, то так как сумма прямая, мы получим базис V, и матрица проектора относительно данной пары базисов будет иметь такой вид. Вот. То есть для линейных преобразований вот только проекторы имеют матрицы такого вида. Вот. Другие линейные преобразования, в общем, ну, к такому виду привести нельзя, даже не всегда можно диагонализировать, как мы убедимся. Хотя в хороших случаях можно диагонализировать, что уже хорошо, но не всегда. Мы все эти условия получим, когда можно, а когда нет. Вот. Ну, теперь я хочу рассказать применение вот этой теории линейных отображений к теории систем линейных уравнений. Ну, то есть давайте вернемся снова к системам линейных уравнений. Я надеюсь, что, применив вот теперь к ним изученную теорию, ну, в общем, мы сделаем намного более простой теорию систем линейных уравнений. Вот. Давайте еще раз вспомним, что если у нас выбраны базисы в В и У, то действие линейного отображения в базисах сводится к умножению на матрицу. То есть, вот, например, определение ядра фи, ну, я напомню его, это пространство таких векторов, что фи от В равно нулю. Вот как это записывается в координатах при условии, что мы выбрали базисы? Не знаю, может быть, Снова перерисовать картинку. Значит, у нас есть линейное отображение. И вот у нас хи Е, РН, РМ, Хи Ф. Это умножение на матрицу. Вот. Поэтому после того, как мы отождествили наше пространство выбором базисов с координатными пространствами столбцов, ядро – это будет пространство таких столбцов высоты n, что, ну, которые являются решениями вот этой вот системы, где а – это матрица нашего линейного отображения. Ну, то есть, вот это вот равенство в координатах записывается вот так. Вот. Поэтому ядро – это не что иное, как пространство решений вот такой системы. Мы знаем, что ядро является под пространством здесь. Значит, выбором базиса оно отождествляется с пространством решений вот этой системы, да? То есть, пространством столбцов, которые вот такому удовлетворяют. То есть, то, что это множество решений однородной системы является линейным пространством, эквивалентно тому, что ядро – это линейное пространство. Вот. Давайте найдем размерность этого пространства решений нашей системы, используя, значит, вот теорему, которую я сохранил на доске. Вот. Еще я напомню, что размерность образа Фи – это есть ранг матрицы А. Вот. Тогда размерность ядра… Ну, n – это что такое в нашем случае? Это будет высота вот этих столбцов, то есть количество неизвестных, всех неизвестных. Тогда, значит, размерность пространства решений этой системы будет, чему равна, согласно этой теореме? n – ранг матрицы А. То есть, размерность ядра равна n – размерность образа. Вот. Но так как образ имеет размерность, равную рангу матрицы А, то, значит, мы получаем теорему о мощности ФСР. То есть, о том, что фундаментальных решений нашей системы в точности n – r штук, где r – это ранг матрицы А. Вот. Видите, эта теорема является следствием вот этой теоремы для линейных отображений. Вот. Давайте посмотрим, что можно про решение неоднородных систем, так же сказать, с точки зрения линейных отображений. Вот. Для этого давайте посмотрим на множество всех таких векторов из В, что ФИАТ В равно некоторому фиксированному вектору из У. То есть, естественно, вот это подмножество В назвать полным прообразом вектора У из У. То есть, это множество всех векторов из В, которые по действиям ФИ переходят в этот У. Вот. Обратите внимание, что это, вообще говоря, не подпространство В. Подпространство это будет тогда и только тогда, когда У равно нулю. То есть, когда соответствующая система будет однородной. Вот. В общем случае, это не подпространство, и это множество может быть даже пустым. В том случае, если У не принадлежит образу. То есть, ФИ в минус первый от У пусто, тогда и только тогда, когда У не принадлежит образу ФИ. Вот. Кстати, на всякий случай я скажу, что ФИ в минус первый не предполагает обратимости ФИ. Это просто такое обозначение для полного прообраза. То есть, ФИ не предполагается объективным. И мы здесь ни про какое обратное отображение не говорим. Вот. Ну вот давайте предположим, что У принадлежит образу ФИ. И В0 – это такой вектор, некоторый вектор из В, такой, что ФИ от В0 равно У. То есть, он существует при нашем предположении. Вот. Как тогда выглядит весь этот полный прообраз? Я утверждаю, что он имеет следующий вид. В0 плюс ядро ФИ. Вот. Более подробно это множество векторов вот такого вида. В0 плюс W, где W пробегает все ядро. То есть, это получается сдвиг вот этого подпространства ядра на некоторый вектор В0. То есть, это будет подпространством, только в том случае, конечно, если В0 принадлежит ядру. В общем случае, это не подпространство. Вот. Но, в общем, по существу, это бескоординатная запись какого факта о теории систем. о том, что пространство решений, точнее, множество решений совместной неоднородной системы, есть сумма частного решения этой системы плюс общее решение, соответствующее однородной. Вот. Вы легко это проверите, переписав... Ну, ядро – это в точности общее решение однородной системы, В0 – это частное решение неоднородной, да? В – это координатный столбец вектора У в наших обозначениях. Вот. То есть, мы получили такую бескоординатную форму записи общего решения совместной неоднородной системы. Вот. То есть, бескоординатная форма записи неоднородной системы это вот такое уравнение, где φ – заданное линейное отображение, х – неизвестный вектор, а У – это известный вектор из пространства У большое. Вот. Если У равно 0, то система однородная. Вот. А так записывается... Ну, давайте мы все-таки убедимся, что действительно полный прообраз имеет такую структуру. Вот. Пусть у нас В1 еще один вектор, принадлежащий полному прообразу. То есть, мы предполагаем, что он не пуст. Тогда φ1 минус φ0 легко видеть принадлежит ядру φ, потому что, применяя φ к этой разности, используя линейность φ, мы получаем У минус У, то есть, равно 0. Это означает, что В1 – это В0 плюс ядро φ. В обратную сторону, если мы рассмотрим произвольный вектор вот такого вида, где дубль В принадлежит ядру, то, применяя к нему φ, мы получим φ от В0 плюс 0, то есть У. То есть, действительно, полный прообраз – это в точности вот множество векторов такого вида. То есть, видите, мы все основные теоремы о системах линейных уравнений восстановили и теорему о мощности ФСР и о том, что… как выглядит общее решение неоднородной системы. Вот. Ну, теперь, может быть, еще я чуть-чуть про операции с линейными отображениями расскажу. Ну, про то, что линейное отображение между пространствами, между данной парой пространства образует линейное пространство, мы знаем. Какие есть еще операции над линейными отображениями? Пусть у нас есть два линейных отображения – φ и ψ. Тогда определенная их композиция. И вот эта композиция, если φ и ψ линейные, тоже будет линейной. Давайте это докажем. φ и ψ от v1 плюс v2. Это есть ψ от φ от v1 плюс φ от v2. Нет, давайте я чуть-чуть более подробно буду. v1 плюс v2. Это есть ψ от φ от v1 плюс φ от v2. То же самое для умножения на скаляры. То есть композиция линейных отображений линейно. Какими свойствами обладает эта операция композиции? Пусть у нас есть еще одно линейное пространство и еще линейное отображение. То тогда у нас возникает два способа брать композицию. Можно сначала взять композицию φ и ψ, а потом композицию с хи. А можно сначала взять композицию ψ и хи, а потом с хи взять композицию. И, конечно, свойства просто отображений, необязательно линейных, это то, что композиция ассоциативна. Есть еще тождейственное преобразование. Тождейственное преобразование из v в v. Например, каким свойством обладает? Если мы рассмотрим такую композицию, сначала возьмем тождейственное, а потом φ, это то же самое, что φ. И аналогично φ, потом тождейственное на u, это будет φ. То есть тождейственное преобразование играет роль нейтрального элемента, единицы. Еще, конечно, выполнено свойства дистрибутивности. Вот если у нас, например, есть еще одно здесь линейное отображение φ1, то φ1 плюс φ композиция ψ, это есть φ1 ψ плюс φ ψ. И то же самое, если у нас будет здесь еще какой-то φ1. φ φ плюс φ1 равно... Ну, в общем, вы легко все это сформулируете и докажете. Вот. То есть композиция, она дистрибутивна относительно сложения. Вот. Интересно еще, как устроена матрица композиции. Вот. Пусть у нас в базис е1 и так далее, ен, в базис f1 и так далее, fm, в w базис g1 и так далее, gk. Вот. И пусть а – это матрица φ, b – это матрица ψ, относительно соответствующих пар базисов. Тогда пусть С – это матрица композиции φ-си относительно вот этой пары базисов. Значит, я утверждаю, что она будет равна вот чему. Вот в таком порядке. Давайте это докажем. Может быть, это было в прошлый раз, я, к сожалению, не уверен. Вот. Давайте это докажем. Значит, по определению матрицы отображения φ у нас φ от е1 и так далее, φ от ен равно f1 и так далее, fm на матрицу А. Вот. Теперь давайте воспользуемся тем, что ψ является линейным отображением. Из линейности ψ, ну, вы легко проверите подробно, расписывая, скажем, вот это, как произведение строки там на соответствующий столбец, вытекает, что ψ от φ от е1 и так далее, ψ от φ от ен равно ψ от f1 и так далее, ψ от φ от fm на ту же самую матрицу А. Теперь давайте вспомним определение матрицы отображения ψ. это есть g1 и так далее, gk на b на а. Но я опять здесь пользуюсь ассоциативностью. Ну, а это есть не что иное, как ψ, φ от е1 и так далее, ψ, φ от ен. Сравнивая вот эти, ну, левую и правую части, мы получаем, что это есть как раз матрица φи, да, вот этой композиции. То есть действительно матрица композиции, вот в этой паре базисов есть произведение матрицы. Вот. Обратите внимание, что вот этот факт наряду с ассоциативностью композиции отображений дает концептуальное доказательство ассоциативности умножения матриц. Вот. Вы можете в этом убедиться. Давайте я оставлю в качестве упражнения. Спасибо. Вот еще несколько слов про обратимые, про биективные отображения. Пусть у нас два пространства и линейное отображение φи. Причем φи биективно. Мы знаем, что такое возможно только если размерности В и У равны. Потому что биективное линейное отображение является изоморфизмом, а два пространства, если изоморфны, то конечномерные, то у них одинаковые размерности. матрица φи, там в каких-то базисах В и У, конечно, будет квадратной матрицей. Порядка n, где n – это размерность наших пространств. Вот как по матрице сказать, будет ли линейное отображение биекции или нет. Биективность φи равносильно тому, что матрица А не вырождена. Как можно в этом убедиться? Вот что значит, что φи биективна, если у нас пространства одинаковые размерности, конечномерные. Мы знаем, что это равносильно тому, что ядро φи равно нулю, например. Правда? φи биективна? У нас было такое следствие теоремы и критерии биективности для конечномерных пространств, что для проверки биективности линейного отображения между конечномерными пространствами одной и той же размерности достаточно убедиться, что ядро нулевое. То есть можно так написать. А когда ядро равно нулю? Тогда и только тогда, когда система вот такая имеет только тривиальное решение. Только тривиальное решение. Почему? Потому что в координатах ядро – это в точности пространство решения вот этой системы. То есть если ядро нулевое, то, что ядро нулевое, равносильно тому, что система имеет только тривиальное решение. А что означает, что эта система имеет только тривиальное решение? Означает, что столбцы матрицы А линейно независимы, значит, ранг равен количеству этих столбцов. То есть ранг матрицы А равен n. Ну или можно вспомнить теорию систем, метод Крамера. В общем, ранг равен n. А это означает, что матрица невырождена, так как она порядка n, а невырождена. Вот. Матрица А невырождена. Вот, кстати, мы знаем, что условие невырожденности матрицы равносильно ее обратимости. Ну, кроме того, мы знаем, что если Фи у нас биективное линейное отображение, то обратное отображение, которое определено для любой биекции, автоматически будет тоже линейным. Тоже будет линейным автоматически. Вот. Давайте предположим, что В выбран у нас базис Е1 и так далее, n, а Ву базис F1 и так далее, Fn. Значит, в этом случае у нас одинаковые размерности. И давайте предположим, что Фи имеет матрицу А вот относительно вот этой пары базисов, ЕF. Вот. Возникает вопрос, какую матрицу будет иметь отображение Фи в минус первой относительно вот этой пары базисов. То есть уже в обратном порядке. Вот это первый базис, это второй базис. Какую будет иметь матрица? Ну вот, давайте воспользуемся вот этим результатом и тем, что композиция Фи и Фи в минус первой это будет тождественное преобразование пространства В, а Фи в минус первой Фи это будет тождественное преобразование пространства У. Тогда вот из доказанного утверждения следует, что, ну вот матрица, здесь будет АВ равно Е, а здесь ВА равно Е. То есть это в точности означает, что В равно А в минус первой. То есть матрица отображения Фи в минус первой относительно вот этой пары базисов будет в точности обратной матрицы к матрице Фи относительно вот этой пары базисов.